Беларусь и дальше будет помогать мигрантам, которых насильственно выдворяют на нашу территорию страны Евросоюза. Несмотря на то, что их главы взяли курс на конфронтацию. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая руководство силового блока с докладом об обстановке на госгранице. Ситуация в сопредельных странах неблагоприятна для Беларуси. В комплексе это проблемы, связанные с обороной, которые создают соседи развертыванием иностранных корпусов в своих странах, попытками приправки оружия, ростом числа учебно-тренировочных лагерей. Все это влияет на состояние пограничного контроля. Прежде всего, западных рубежей, но и на южном направлении обстановка становится более напряженной. Внимание вот украинскому участку. Что мы там будем делать? Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска под видом учебных центров. Они создают фактически базы. Базы Соединенных Штатов создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Они не слышат нашей озабоченности. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу. И договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае, мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, украинцы это руководство Украины. Они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности. Вторая проблема. Гуманитарная катастрофа на границе Беларуси с Евросоюзом. Речь о мигрантах. Александр Лукашенко обратил внимание, что избитых и изувеченных людей все больше беженцев насильственно из ЕС гонят к нашей границе. Натравливают служебных собак. Есть случаи подкидывания погибших мигрантов. И Беларусь не просто проявляет озабоченность, а реально помогает и намерен это делать дальше пострадавшим людям. При этом от международных правозащитных институтов никакого осуждения действий наших соседей. Тяжело травмированных, изувеченных людей становится все больше. Вы это видите на границе? Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность. У нас в Беларуси, ну и за пределами Беларуси, тех людей, которые еще не потеряли чувство какой-то человечности. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе. И все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали. Очень важно сегодня нам определиться, как мы будем действовать в будущем. Еще раз говорю, погода изменилась, климат у нас суровый. Мы получим огромное количество погибших людей на границе. И, как мы видим, они на этом наплевательски к этому относятся. Они не будут смотреть на этих людей, как им поможет. Опять все это ляжет на плечи белорусов. Александр Лукашенко отметил, что руководители стран своими обвинениями Беларуси в организации миграционного кризиса намеренно вводят в заблуждение мировое сообщество. А в это время в государствах с беженцами не церемонятся. Людей со своей территории выгоняют сотнями. Ну вот мы зафиксировали за последнюю неделю более 150 групп, 150, если точно, где-то 2300 человек. Пытались к нам выдавить, но люди не хотят обратно. Они хотят не в Польше, а в Германию хотят. Но, естественно, вы видите, выбрасывают из неможенных, из-за человека, который избили, выбрасывают в нашу территорию. Но, естественно, нам приходится забирать человека и лечить его. В целом, ситуация на границе контролируемая, отметил глава пограничного ведомства. Но обстановка на рубежах в корне отличается от той, что была еще пару лет назад. И это не только ситуация с мигрантами, но попытка провоза из Украины боеприпасов.